I'm tired of intros. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать новые видео, поставить лайк этому видео и чекнуть мой инстаграм. Честно говоря, бархат не очень есть желание примерять, потому что бархатное платье у меня уже есть. Здесь уже в AdEastories много новогодних украшений. Мне очень понравилась вот эта малюсенькая сумочка. Мне кажется, это очень милый аксессуар. Просто милейший. Пока что нашло мало новогодних вещей. Например, вот такой вот корсет Золушки в таком лиловом цвете. Мне, конечно, такой не нужен. Я, кстати, все еще не купила зимний свитер, поэтому взяла еще примерить вот такой. Он из на стопроцентной шерсти. Пока просто очень мало новогодней коллекции. Я даже немножко расстраивалась, потому что на сайте ее очень много, а здесь практически ничего. Я взяла только одно платье примерить, и это очень странно. Манишки, конечно, в этом сезоне абсолютно разных цветов, размеров, форм. Очень круто. Вот, кстати, лимонная есть. Называется «Новогодний рождественский праздничный выпуск. Я и свитеры». Думаю померить вот этот пуховик. Просто уровень праздничности в «And Other Stories». Вот такое странное платье. Пока что самое новогоднее, что я нашла на втором этаже. Джемпер с такими вот переливающимися пуговичками. В принципе, на этом все. Просто правда. Посмотрите, 1 декабря. Никакого праздника в «And Other Stories» нет. Так, ну окей, мне понравилась сумочка. Она вот такая каркасная. Прям как чемоданчик небольшой. Собственно, все. Виктор. Музыка. 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 Продолжение следует... Я отстегнула капюшон. У нас капюшона вам тоже обязательно покажу. Он очень тёплый. Мне вообще понравился в 12 сторс, но его постоянно нет в наличии. Этот, в принципе, очень похож. Понимаете, что отстегивается капюшон, а в 12 сторс здесь ещё был кушак. Но здесь такая вот деталь как будто тоже создаёт визуально талию. Да, вот здесь его можно затянуть, поэтому, в принципе, эти два пуховика очень похожи. Я здесь прикреплю картинку. Вот. И, кстати, они одинаково стоят. Вот мне очень понравился. Возможно, примерю ещё XS. Стоит 19 990. Я примерила свитер. У меня есть ощущение, что тут точно такой же, как чёрно-белый из предыдущего шоппинг-влога из Ada Stories. Но я не уверена. Я просто нашла точно такой же в Massimo Dutti. Только здесь нашивки на рукавах. И я вот не знаю, стоит ли за ним ехать. Мне, в принципе, этот нравится. А сейчас посмотрю, сколько стоит. И так сразу, как будто другой уголок абсолютно. Мне больше нравится в развернутом виде. Этот свитер стоит 8000 рублей. А такой же, только с нашивками на локтях Massimo Dutti, стоит 10. Ну что, я считаю, ради этого платья уже можно назвать это шоппинг-влог праздничным и новогодним. Посмотрите, как я подготовилась. Я взяла с собой колготки. Я считаю, за это вы должны поставить лайк и подписаться на мой канал. Это платье в размере 36S. Оно мне идеально подошло. Я, конечно, не буду его покупать, потому что это немножечко не то, что я хотела на Новый год. Но оно шикарно смотрится. Оно просто невероятно переливается. У меня просто любит в глазах. Здесь все классные подплечники. Очень форменные. Создают очень секси силуэт. Не могу на себя в нем налюбоваться. Очень красивое платье. Я примерила еще одно платье, но немножечко неоднозначное, потому что оно немножко странно сидит. Стоит 8000 рублей. На мне самый маленький размер 34XS. Оно прикольное, потому что у него интересный силуэт. Здесь можно подвязать и выправить, как вам хочется. Можно побольше, можно поменьше. Оно очень легкое, так что оно подойдет на лето. Сзади вот такой вот разрез. Мне кажется, оно более возрастное, что... Мне кажется, моей маме бы такое очень понравилось и очень ей бы подошло. В общем, напишите в комментариях, нравится оно вам или нет, потому что я не понимаю. Вроде интересное, но я не думаю, что оно должно стоить 8000 рублей. Возможно, 6 или 5 даже. Пуховик в размере XS. Сидит гораздо лучше. Прямо видно, что он мне в пору. Он мне очень понравился. Я даже думаю его купить. Просто офигенный. Называется праздничный шоппинг-влог. Надеюсь, вам все равно нравится этот контент, поэтому... Очень понравилась эта сумочка в косе. Такая она крохотная, конечно. Наверное, и на плечо не повесишь, и при этом так неудобно. Но такая красивая. Стоит 9000 или 10. Такой нежный, приятный цвет, как у зефирки. Носочки тоже такие мягенькие. Сколько стоит? 3000 на... Не слабо. Но очень мягкий. Так. Нессессер какой-то. Вообще, я отложила в итоге пуховик в Алис Торис. И зашла в кос просто посмотреть. Кажется, этот шоппинг-влог пора переименовывать в... Ищем пуховики вместе с Кристиной. Вот такие. Здесь еще есть, знаете, очень короткие. Но знаете, что мне в них нравится? Что у них расстегивается вот так капюшончик. Это сейчас дико модно. Видела такие на нескольких моделях. Если бы он был длинным, он бы был моим фаворитом. Есть еще вот такие длинные пуховики. И в Алис Торис они тоже были. Но они мне вообще не нравятся. Что-то прям не мое. Хочется что-то укороченное. Потому что у меня и так много вот таких длинных пальто. И хочется какую-то укороченную уже историю. Чтобы носиться с портивками, с джинсами. И чтобы не только быть вот такой нарядной все время. Вот. Мне очень понравилась эта сумочка. Она очень прикольная. Выглядит как большая варежка. Интересно сколько стоит. Мне кажется, в принципе, интересный подарок. Новый год. 3,990, кстати. По-моему, очень прикольная вещь. И носочки вот такие. В каждом магазине встречаю новогодние. Сумочка вот такая. Кстати, я сейчас активно еще себе сумку в подарок в Новый год. Само себе. От моего мужа. И если вам интересно, потом обязательно сниму про нее ролик. Какие сейчас вообще сумки актуальные. Какие я себе выбрала. Единственное пока нарядное платье, которое вы видели на манекене. Нашла такой же пуховичок в белом цвете. Он очень крутой. 116 тысяч рублей. Но он не такой толстенький, как в End of the Stories. Это более упрощенный, облегченный вариант. Но все равно очень красивый. Очень крутая, но, наверное, громоздкая для кого-то. Но для меня точно. Здесь вот такой розовый стенд. У меня очень приглянулся вот этот пушистик. И мне очень понравилась вот эта манишка. Она очень похожа на зефирку нежно-розового цвета. И такая прям воздушная. Просто милейшая. Я примерила первое платье. Просто посмотрите на это. Это очень странно. На манекене было красиво. На мне, мягко говоря, она не огромная. Хотя это 34 размер. Я не знаю, как его носят другие девушки. Я сейчас примерила верх, который шел к нему. Такая кофта короткая. Но не думаю, что это спасет ситуацию. Мне это не подошло. В принципе, неплохо, если бы вот это вот все было повыше. А не с таким огромным вырезом. И абсолютно без какой-либо поддержки. Так это просто висит странно. Но, в принципе, могло бы из этого что-то хорошее получиться. Так выглядит, конечно, поинтересней. Но в любом случае, вот тут мне очень глубоко-широко. Комбинация очень даже неплохая. И да, выглядит очень необычно, стильно. Я бы с удовольствием так куда-нибудь пошла, если бы мне здесь вот подошло. Платье стоит 9000. Вверх, честно говоря, я не смотрела. Но очень интересно выглядит. Ну, конечно, под это нужен повыше рост. Я метр 160. И мне, мягко говоря, укорачивают это сильно ноги. Поэтому это должен носить человек как минимум 170, как мне кажется. Ладно, снимаю. И буду мерить весь вот этот трикотаж, который я взяла. И два пуховика. Так, ребята, я примерила первый пуховик укороченный. Он очень крутой. Здесь так много деталей. Интересно, во-первых, карманы. Во-вторых, вот такие вот рукавички. Ну и, конечно же, капюшон. Мне очень нравится. Правда, если мне не нужен был сейчас мощный, хороший пуховик, я бы с удовольствием купила бы его. Сейчас покажу вам его в застёпнутом виде. Стоит он 16000 рублей. Он вот такой тёпленький, хорошенький. Я бы его носила, наверное, до минус двух. Ну ладно, может быть, до нуля. Смотря какой у вас низ. Очень славный пуховик. Но, конечно, мне нужен длинный и потолще. Потому что уже у нас в Питере минус 6. На выходных обещают минус 12. Поэтому я бы с удовольствием, правда, такое купила. Если бы мне нужна была бы короткая куртка. Ладно, давайте мерить следующий. Примерила жемчужный пуховик. Хотела показать вам светлый, а не тёмно-синий. Он очень прикольный, потому что здесь внутри спрятан капюшон. Можно его носить убранным. Вообще незаметно. Я бы даже не поняла. Поэтому когда капюшон убран, создаётся ощущение, что здесь такая стойка, которая не упадёт вниз из-за ветра. Очень круто сделано. Но всё-таки он такой лёгкий. Потому что предыдущий из Ада Сторис всё-таки выигрышнее в плане теплоты. Он гораздо толще. Здесь тоже такая курицка, которая изнутри растягивается, затягивается. А здесь попроще фурнитура. Карманы всё такое лаконичное, минималистичное. Он тоже очень крутой. Мне, правда, нравится. Но это, опять же, знаете, вот до минус одного, наверное, до нуля. А так, в принципе, очень крутой, достойный пуховик. Сейчас покажу, как смотрится сзади. Я достала капюшон. Он такой вот тоненький, как у ветровки. Ну да, он выглядит странно, но при этом зато какой плюс у тебя в куртке есть невидимый капюшон. Он огромный, объёмный и спасёт тебя лучше любого зонта. Я считаю, просто супер на панамку похож. Вот. Если тебе не нравится, просто убираешь и всё. Потому что некоторые пуховики, правда, не очень завидят с капюшонами. Поэтому я даю предпочтение пуховикам, которые в капюшон либо отстёгиваются, либо расстёгиваются на предыдущей куртке, либо спрятан. Вот так. Это стоит 16 тысяч. Ладно, снимаю, потому что мне уже жарко. И примерю вот эти два трикотажных джемпера. Под пуховички я, кстати, взяла пример этих базовый лонгслив. Это тоже размер S. Стоит 3 500. Очень крутой. Я давно хочу купить себе лонгслив, потому что футболки иногда бывают холодные. Хочется носить какую-то базу, первый слой под пиджаки и в том числе кардиганы вот такие. Но 3 500 как-то меня жаба душит. Я, наверное, куплю в H&M потом такой вот лонгслив. И обязательно покажу вам. Примерила кардиганчик. Это размер XS. Что-то мне он не очень понравился. Он, кстати, из домашнего отдела. Но я подумала, какая разница. Наверное, поэтому он мне не понравился. Хотя очень мягкий, приятный. Просто не мой стиль абсолютно. Но так-то он хороший, хорошего качества и очень тёпленький. Девчонки, я влюбилась в этот свитер. Он, правда, очень длинный. И это единственный его минус. Но, в принципе, это очень уютно. Можно носить со скини-джинсами или с лосинами. В общем, это мохер. Он такой нежно-розовый. Меня в последнее время тянет на розовый цвет зимой. Хочется какого-то уютного розового. Если бы он был покороче, я бы с удовольствием купила. Стоит он 10 000 рублей. И на мне размер S. XS, по-моему, у них нет. Да и, в принципе, если он по длине не отличается, то XS здесь точно не нужен. Показываю вам последнее, что я примерила. Там уже как-то супер шумно за пределами моей гардеробной. Кстати, посмотрите-ка, огромная примерочная. Господи, я узнала её гардеробной. Огроменная просто примерочная. Я пойду куплю пуховик из Ады Сторис. Тот, который я отложила. Чёрный в размере XS. Я считаю, что это очень удачная будет покупка. Свитер, наверное, я не буду сейчас покупать. Всё-таки дождусь своего похода в Massimo Dutti. Вообще, в этом шоппинг-влоге должно было быть много нарядных платьев для Нового года, праздничного, всего красивого. Но, как вы видите, не получилось, потому что очень мало сейчас представлено в магазине одежды праздничной, хотя уже 1 декабря. Но я вам обещаю, что следующий шоппинг-влог будет супер праздничный. И как раз он выйдет в следующую субботу. Я поеду на следующей неделе в Лайм и в Зару. И примерю все новогодние образы, которые я только смогу найти. Потому что я и себе ищу новогоднее платье. В Лайме как раз очень много красивых. Но я надеюсь, что этот шоппинг-влог вас тоже не разочаровал. Он вам тоже понравился, потому что я правда старалась. Хотела найти для вас классные вещи. Потому что вы любите кос, вы любите Enfada Stories. Не забудьте подписаться на мой инстаграм. Подписаться на этот канал, потому что видео выходит каждую субботу. И до скорых встреч в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok